Знаете, давно не было карт чего-то, и давно не было экспериментов. Ребята, я решил вас порадовать, и заодно порадовать немного себя. Дело в том, что я обычно строю всякие базы в GTA V, всякие убежища, ну и ничего, так сказать, такого кардинально другого у меня не было. Так вот, ребята, ну вы уже поняли из названия видео, о чём пойдёт речь, даже, может быть, на картинке увидели и на скринах, но, тем не менее, я хочу, чтобы мы с вами обозрели, обозрели, наверное, самое грандиозное, что я строил вообще в GTA, потому что это очень-очень мощная тема. Представьте себе ситуацию, то, что некая раса прилетает к нам из космоса, из какой-то дальней-дальней там части галактики, которая выглядит... для нас это просто приматы, обезьяны, гориллы, но это совсем не наши обезьяны, не наши гориллы, а это очень разумная раса, которая может изобретать и может из говна сделать конфетку. Дело в том, что мы с вами подверглись нападению, нападению огромного робота, просуществовав у нас буквально, может быть, несколько месяцев. Они из наших же предметов, вещей и конструкций изобрели вот такого робота. Это просто огромнейшая, огромнейшая машина, которая сейчас застыла прям посреди Лос-Сантоса и, соответственно, пугает всех вокруг. Военные отреагировали быстро, они оцепили всю эту зону, согнали кучу танков сюда, машин, вертолетов, и думают, что же теперь делать, потому что после того, как эта махина сюда, так сказать, приземлилась из другой части Лос-Сантоса, она тут немного натворила бед, как вы видите. Повалился самолет, вертолеты некоторые, которые пытались репортажи снимать, и мы видим, что тут происходит. Я даже не могу сейчас на самый верх увидеть, даже не могу посмотреть на самый верх, что же там вообще, масштаб просто огромный, и все, как вы видите, построено из наших вещей, из наших приборов, из наших механизмов. И выглядит, конечно, немного вутофорски, но, тем не менее, этот робот внушает опасения, потому что даже если он не стреляет, и, скажем так, не имеет какого-то дальнего оружия, он просто может растоптать все. Давайте сходим к военному, узнаем, что они думают об этом, обо всем. Военные у нас расположились вот здесь, тут есть зеваки, и тут идет небольшое обсуждение, чего же им делать. Я не знаю, немного оружия, всего по мелочи. Давайте посмотрим на это чудо сзади. Как оно выглядит все сзади. Так, сзади это колесо, колесо обозрения, и вот так вот нехило, конечно, все выглядит. Ну что ж, как забраться туда, я не представляю, поэтому мы будем смотреть все посредством ноу-клипа. Потому что по-другому, ну никак, ребята. Как видите, у него использованы какие-то аграрные приспособления, вот зеленые, за место рукой, они движутся. И он зажал что-то в руке. А в руке он зажал какой-то какой-то осветительный столб, я так понимаю, оторвал откуда-то и зажал в руке его. Давайте же поднимемся и посмотрим конкретно, что у нас здесь вообще есть. Так, ого! Ребята, вы посмотрите. Я бы не сказал, что у него нет вооружения. Во-первых, на самых у него руках, ну, импровизированных, стоят вот такие вот турели с винтовками. А здесь у нас на предплечье у него автоматические пушки с двух сторон, тоже турели, и по ракетнице. И здесь, и там. И плюс еще они приспособили, взяли секретную разработку наших военных и приспособили ее вот сюда, ребята. На сгибы, так сказать. Нехило. Здесь тоже какой-то механизм для чего-то есть. Здесь какие-то электро, что-то электрическое. Ну, чтобы он наработал, наверное, фонари. Так, давайте же посмотрим, что сзади. Он, кстати, не плоский, такой объемный довольно-таки. Так. И сзади у нас тарелка есть большая. Там какая-то будка. И, соответственно, сверху у нас стоит КПП такое, летное. И тоже с турелью, с радаром. Тут четыре ракетные установки. Вот эти вот эми-оружия. Вот эти вот бомбы, которые вырубают электричество все. И, соответственно, еще есть какие-то радиоантенны. Это для чего-то нужно. Я не знаю, как они сюда залазили, ребята, если честно. Поэтому давайте-ка спустимся. Я сейчас уберу оружие, чтобы никого не провоцировать. Так. Здесь у нас вот есть такое перекрытие, чтобы не упасть, видать. Так. Фонари. Тут какой-то электроприбор. Так. Шесть ракет ядерных. Какой-то план Лос-Сантоса. И вот они сами представители. Ох ты, смотрите. У них яйцо инопланетное с собой даже. И я не знаю, что они задумали, если честно. Потому что, раз это сделано все из наших приборов, значит, они, соответственно, у них не было выбора. Иначе они бы использовали свои технологии. Потому что наши бы и вот из этого всего не сделали бы робота рабочим. Так. Тут продолжаются какие-то ремонтные, восстановительные. Или еще они не закончили. Не. Ну, если она сюда прилетела, значит, уже все работает. Так. И давайте пройдем, наверное, в главное. Так. Вот оно, космическое оружие, серверы. Оу. А вот это, судя по всему, их главный. Вот этот рыжий. Потому что он у них один такой, и он самый большой здесь. И, судя по всему, он тут самый главный. А это, наверное, его помощник. Интересно, ребята. Что же они задумали? Так. Всякие элементы управления. Приборы. Компы. Серверы. Космическое оружие какое-то. Пробирки. Так. Метеосводка. Камеры. Так. А вот это, наверное, главный пульт управления. Позаимствованно у железнодорожной станции, я так понимаю. То есть, они прибыли сюда, все вот это собрали. И как-то намерены это все использовать. И неизвестно как. Неизвестно, нападать они будут, или они просто хотят улететь. Но пока никто не стрелял, как говорится. Так что, я уж не знаю, что там будет. Но стоит нам, наверное, все-таки готовиться ко всему. Снизу, конечно, я по сравнению со всей этой махиной просто букашка. Мелкая букашка. Ребята, не забывайте поддерживать канал. Если вам нравится, подписываться, ставить лайки и писать свое мнение, комментарии. Ссылка на данную модификацию будет в описании, как только ее одобрит сайт. Так, ну и давайте, наверное, посмотрим, что он из себя представляет с высоты. Так, а ночью у нас выглядит все вот так. Отлично. Ну, он не сильно подсвечен, да ему это и не надо, в принципе. Класс, ребята. Мне нравится, что у меня получилось. так что давайте на этом закончим. Всем спасибо, надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего, ребята. Пока.